Дома молитвы И сегодня, дорогие друзья, хотелось бы поделиться некоторым рассуждением и сделать определенный призыв для каждого из нас, который, несомненно, очень важен сегодня для нас, верующих людей, живущих в последнее время. И для того, чтобы, дорогие друзья, полноценно рассмотреть некоторые важные моменты, хотелось бы обратиться к одной истории, которая записана в Ветхом Завете и посмотреть на события, которые происходили там. Это было во времена книги «Царство», во времена царств, там были различные цари, и один из царей был достаточно молод, это был царь Иосия. И в определенное время его жизни, его царствования, когда ему подходило 18 лет, несколько людей нашли кое-что в Доме Господнем. То, что уже было давно потеряно, оставлено и забыто. И когда мы читаем Священное Писание, мы понимаем, что в Доме Господнем была найдена книга «Закон о Господнем». На то время это было Слово Божье. Это и есть Слово Божье, но сейчас мы имеем более большую полноту, но это то, что у них было тогда. И эта книга была найдена. И вот священник, который находился в том времени, он решает принести эту книгу царю, показать царю эту книгу. И царь, когда увидел эту книгу, у него была определенная реакция. И хотелось бы прочитать, что произошло с этим человеком. Это 4 царств, 22 глава, с 8 стиха написано. «И сказал Хелкия, первосвященник Шафану Писцу, «Книгу закона я нашел в Доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан Писец к царю, и принес царю ответ, и сказал, «Взяли рабы твое серебро, найденное в Доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к Дому Господню. И донес Шафан Писец царю, говоря, «Книгу дал мне Хелкия священник». И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь до этого места». Дорогие друзья, мы видим эти события. Эта книга закона, она попадает к этому царю Иосии, и он начинает слушать то, что там написано. И вот в этот момент, дорогие друзья, ведь действительно реакция этого царя могла быть достаточно различной. Он мог бы просто послушать, мог бы отложить эту книгу в сторону, мог бы сказать, ну нашел ты эту книгу, хорошо, молодец, пускай полежит там где-то дальше. Он мог просто как-то хладнокровно, услышав эти слова, пойти и дальше совершать то, что он совершал до этого. Но, дорогие друзья, что произошло в этом человеке? Когда он услышал слова закона Божьего, его глаза открылись. Его одежды, он разодрал их на себе. Он начал плакать перед Господом, осознавая и понимая, что вот он неправильно шел, что он неправильно совершал свой путь. И когда мы читаем дальше, дорогие друзья, он начал издавать определенные повеления, которые были сообразны с книгой закона. И если сказать больше, прочитав, услышав эту книгу, далее он начал утверждать авторитет слова Божьего. Он не остановился просто на месте, но он пошел дальше вперед, чтобы то, что он услышал, то, что он понял, чтобы утвердить авторитет вот этой вот книги закона перед другими людьми. Такой была реакция этого человека. И сегодня, дорогие друзья, из этой истории мы также можем очень много чего поучительного взять для себя. И в этом месте сокрыт призыв не только для царя Иосии, но в этом месте сокрыт призыв и для каждого из нас. Когда мы читаем Новый Завет, другое место Священного Писания, это уже послание апостола Павла, это уже после воскрешения Господа нашего Иисуса Христа, филиппийцам во второй главе 14 стиха написано. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптилого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». И вот, дорогие друзья, читая это место Священного Писания, мы понимаем, что здесь также говорится о том, что нужно содержать Слово Божье. Что значит содержать? Это значит удерживать, сдерживать. Это значит, чтобы вокруг тебя распространялось Слово Господне. Это значит утверждать авторитет Священного Писания в своей жизни и вокруг своей жизни. И Слово Господне превозносит этот момент. Слово Господне показывает его для нас, как некий призыв идти вперед. И сегодня, дорогие друзья, живя в последнее время, мы понимаем, что очень много этот мир, враг через этот мир пытается утверждать авторитет какого-то другого слова, не ведущего к жизни, но ведущего к смерти. Знаете, сегодня происходит действительно это духовное борение. И нам сегодня нужно занять позицию или сторону тех людей, которые будут утверждать авторитет Священного Писания в нашей жизни и вокруг нашей жизни. Как пелось в этой песне? Время встать. Время действовать. Время идти вперед. Потому что Господь не призвал нас сегодня к тому, чтобы прийти в дом молитвы, сесть на лавку и сидеть, и постоянно сидеть на ней. Но Бог хочет, чтобы мы действовали. Бог хочет, чтобы мы двигались навстречу Ему. Бог дал нам Своё чудесное Слово. И Он хочет, чтобы мы содержали это Слово в месте нашего пребывания и нахождения, в наших домах и семьях, на наших работах, среди наших знакомых и близких, дорогие друзья. И сегодня мы можем задаться достаточно логичным вопросом. Так, а как же? Как же содержать авторитет Слова Господня, утверждать его? Что нам нужно делать для этого? И, дорогие друзья, возвращаясь в историю этого царя Иосии, мы можем увидеть примеры. А что он предпринял, когда это Слово Господне проникло в глубину его сердца? Какие он шаги начал делать для того, чтобы утверждать авторитет Слова Божьего вокруг себя? И вот, дорогие друзья, в 4 книге царств, в 23 главе, с начала главы мы видим, написано, и по 1 стихам, «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все Иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большего, и прочел вслух все слова книги Завета, найденной в доме Господнем». И вот, дорогие друзья, первое, что предпринял царь Иосия, он начал говорить это Слово другим людям. Прочитав, услышав, поняв его, он начал делиться этим Словом, дорогие друзья, с другими людьми, с многими и различными людьми. Он делал это вслух, он делал это во всеуслышание. Как сегодня в нашей жизни? Что сегодня происходит в нашей жизни? Что сегодня исходит из уст наших, дорогие братья и сестры? Делимся ли мы Словом Господнем с другими людьми, которые окружают нас, окружают нашу жизнь? Или, может быть, мы стесняемся? Может быть, нам как-то неловко сказать? Сегодня стоит задать этот вопрос внутри себя и пересмотреть свое отношение к Слову Божьему. Потому что Бог хочет, чтобы мы сегодня говорили, не стеснялись, не стыдились, дорогие друзья. Ведь это Слово жизни, и Бог хочет, чтобы это Слово жизни, оно действительно вошло в другие сердца, в сердца других людей, и принесло там удивительный плод, который не может принести что-либо другое. Пусть Бог благословит сегодня каждого из нас, братья и сестры, чтобы мы действительно не удерживали Слово Божье в себе, не были, если можно так сказать, духовными эгоистами, вот я взял и только мне и больше никому не дам. Нет. Но пусть Бог благословит нас, чтобы Слово Господнее, оно распространялось через наши уста, чтобы другие люди, которые живут вокруг нас, они тоже слышали Слово Господнее. Ведь если даже глубже посмотреть, ведь этот царь Иосия, он также услышал это Слово, потому что кто-то решил прийти, и кто-то решил сказать. Пусть Бог благословит нас в этом, чтобы уста наши проповедовали Слово Господне, проповедовали уставы Его, а не что-либо другое, что перечит, или как-то находится на другой стороне от нашего Господа. Второй момент. Что еще делал царь Иосия? Потому что еще кое-что он начал совершать в тот момент. Вот, дорогие друзья, когда мы читаем эту 23 главу, мы видим, как дальше разворачивались эти события. И в 5 стихе написано, в начале стиха 23 главы 4 книги царств, «И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима». Шестой стих, начало. «И вынес Астарту из дома Господня из Иерусалима к потоку Кедрону, и сжег ее поток Кедрона». Седьмой стих, начало. «И разрушил домы блудилищные» и так далее и тому подобное. И вот мы видим, дорогие друзья, что этот человек, да, он делился устами, он провозглашал Слово Господне, он передавал его другим. Но также, дорогие друзья, не только устами, но и своей жизнью этот человек хотел соблюсти Слово Господне, если можно так сказать, показать Слово Божье своей жизнью другим людям. Он начал делать то, что угодно Господу. Дорогие друзья, в нашей жизни содержать Слово Господне мы должны не только нашими устами, но и нашими делами. Где-то в другом месте написано, что мы, письмо Христово, всеми читаемое, а читают нас по нашим делам. Как мы живем, что мы делаем. Прославляем мы сегодня Бога нашими делами и нашей жизнью, или мы прославляем что-то другое? Потому что, если не Бога, обязательно что-то другое будет прославляться. Пусть Господь сегодня благословит каждого из нас, братья и сестры, чтобы мы не только словами, но и делами и жизнью нашей действительно содерживали Слово Господне. Чтобы люди, которые живут вокруг нас, посмотря на эти дела, которые Господь будет помогать нам делать, они задумались и поняли, а есть все-таки Бог. А есть живой Бог. А Бог меняет сердца людей. Пусть Господь сегодня благословит нас, дорогие друзья, чтобы Слово Господне, оно действительно содерживалось нами в нашей жизни и вокруг нашей жизни, нашими устами, нашими делами. И знаете, ведь у всего, наверное, что мы делаем на земле, есть какой-то исход, какой-то вывод и какое-то заключение. И вот мы видим эту позицию царя Иосии. Он смирился перед Господом. И что Господь сказал об этом всем? И это 22 глава 4 книги царств. С 18 стиха давайте прочитаем. «А царю иудейскому, пославшему вас, вопросить Господа, скажите, так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие. И принесли царю ответ». И вот, дорогие друзья, мы видим, какое заключение делает Господь. Иосия избрал правильную позицию. Он избрал содержать Слово Божье в своей жизни и вокруг своей жизни. И Господь говорит, что благословит его. Господь благословляет людей, которые содерживают Слово Божье в своей жизни. Господь не оставляет, Господь помогает. Но мы видим и другой пример. Вспомните царя Саула, дорогие друзья. В его жизнь тоже пришло Слово Господне. И как этот человек отнесся к Слову Божьему? Мы видим, он пренебрег Словом Господнем. И читая Слово Божье, мы понимаем, какой печальный конец или завершение было в жизни этого человека. Сегодня Бог дает нам выбор. Что мы будем делать? Содержать Слово Господне в своей жизни? Или отложим его в сторону? То пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы всегда в нашей жизни мы избирали этот первый вариант. Наполняться Словом Господнем. Исповедовать Его в своей жизни. Делиться этим Словом с другими людьми. И делами показывать и утверждать Слово Господне в нашей жизни. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры. Давайте помолимся. Дорогой Господь, драгоценный, любящий и святой, мы благодарим Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя за возможность сегодня быть в Доме Твоем. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты позволяешь нам сегодня приходить к Тебе, Господь. И сегодня, Боже мой, мы молим и против, помоги нам, Господь. Ибо мы понимаем, что, Боже мой, без Тебя мы не можем делать ничего. Господи, помоги нам всегда выбирать это вот правильное положение. Дай нам быть людьми, которые будут распространять Слово Твое. И своими делами, и своими устами, Господь. Дай нам сегодня быть переполненными сосудами, которые пойдут, Господи, вперед. Которые действительно встанут, Господи. Которые будут, Боже мой, провозглашать Слово Твое. Дабы эта жемчужина, которая однажды вошла в наше сердце, Раббадастама Даглайде, она и вошла в другие сердца. Сегодня мы молимся о спасении наших родных и близких, Господи. Сегодня мы молимся о спасении других людей. Но помоги нам сегодня действительно быть светом, Господи. Светом Твоим, Господи. Дай нам сегодня быть городом, сияющим наверху горы, Господи. Помоги нам, Господь. Помоги нам стать теми людьми, которые отдадут полноценно свое сердце Тебе. И пойдут, Господи, и будут говорить о Тебе. Которое может быть в ущерб собственным желаниям. Пойдут и будут делать, как хочешь Ты, Господи. Помоги нам, Господь. Помоги нам в это последнее время, Боже мой, расширить наш шаг веры. Помоги нам, Господи, не просто идти навстречу Тебе. Но бежать навстречу Тебе, Господи. Ты наша помощь, Господи. Ты наша прибежище и сила наша, Господи. И сегодня, драгоценный Господь, мы верим, что Ты слышишь наши молитвы. И мы верим, что Ты поможешь нам, Господь драгоценный. Ибо с искренними сердцами, Господи, Ты поступаешь по искренности. Ихалилуя. Господи, благодарим Тебя за это служение, за эту возможность вновь и вновь, Господи, встречаться с Тобой и переживать Твое святое присутствие. Благослови, Боже мой, дальнейший ход служения. Господи, все, что будет говориться, благослови. Тебе да будет вечная слава наш сильный, любящий, святой, праведный и всемогущий Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец, Сын и Дух Святой.